Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии вторника. Как и всегда, мы с вами на финансовых рынках для того, чтобы разобрать события дня минувшего, посмотреть на те отчеты, которые грядут и, соответственно, подстроить этот фундамент в наши основные долгосрочные инвесторы и идеи. Сразу к повестке экономического календаря. Торговая сессия вторника – это традиционно тот день, когда более-менее интересные отчеты уже должны появляться. В понедельник мы обычно, скажем, находимся в условиях довольно спокойных торгов, как реакции, опять же, на то, что могло произойти в выходные, и еще как реакции на события пятницы. Но в то же время стоит сделать небольшую ремарку. Понедельник у нас выдался довольно жарким, опять же, по той причине, что мы снова говорим, может быть, даже с еще большим интересом сейчас о турецком валютном кризисе. Это вопрос, который занимает сейчас умы всех. Если раньше мы обращали внимание на протекционизм США, противостояние между Штатами и Китаем, то сейчас именно Турция волнует всех, потому что то, что происходит с лирой в контексте того анализа, что в конце концов Турция может оказаться на грани дефолта, в конце концов приведет к такому цепному, скажем, механизму общего неприятия риска, бегства трейдеров, инвесторов в изразивающихся рынках. Отчасти мы это, собственно, уже и наблюдаем. День прошел для Турции. Сейчас какого-то обновленного фундамента нет. Смотрим, опять же, на то, что происходит с турецкой лирой, вроде бы как текущая торговая сессия более-менее спокойная. Хотя все может измениться в любой момент времени. Пока что мы видим то, что волатильность пришла в диапазон средних, свойственных уровней. Да, мы сейчас все равно находимся по турецкой лире на исторических минимумах против основных конкурентов доллара и, собственно, евро. Однако, вот это локальное спокойствие сейчас позволяет трейдерам снова навалиться, опять же, и на курс доллара. Отчасти это локальное спокойствие позволило немного выдохнуть тем, кто паниковал по рисковым инструментам. И пусть, собственно, потенциал снижения и евро, и пункта отстроиться новозеландцам по-прежнему сохраняется, но вы видите, что пока что торговая сессия начинается довольно спокойно. По экономическому календарю в 11.30 мы ждем данные по рынку труда Англии. Думаю, что этот отчет лишь поспособствует еще большему снижению британской валюты. Это то движение, которое нужно нам. Мы ждем фунт против доллара в районе 1.25, сейчас котировки выше 1.27.50, примерно 1.27.70. 270 пунктов до цели, да, много, друзья, но фунт давно уже бьет рекорды волатильности и потерять там 100 с небольшим пунктов за торговую сессию ему ничего не стоит, особенно если на рынок пройдет очередной негатив. В частности, сейчас мы ждем плохих данных по рынку труда, также на этой неделе у нас еще и отчет по инфляции. Напоминаю, что мы эти релизы с вами сопоставляем. Мы смотрим, как и насколько превосходит инфляция динамику роста заработных плат. Раньше пытались сделать правильные выводы о том, что в конце концов такое резонансное расхождение должно повлиять на решение банка Англии по процентной ставке и, соответственно, развернуть трейдеров в пользу покупок британц. Однако уже одно решение по ставке миновало, а фунт не то чтобы не вырос, он продолжает валиться. Поэтому некоторое время назад мы переориентировались в сторону продаж и правильно сделали, потому что сейчас у нас уже неплохой профит, но он в то же время еще не покрывает те убытки, которые мы понесли ранее. В 11.30, еще раз повторяюсь, ждем эти данные по рынку труда, однако в целом рассчитываю на то, что потенциал снижения он сегодня реализуется отчасти и мы пойдем еще ниже. В 12.00, через полчаса после этого, будем ждать темп экономического роста еврозоны. Я уже не раз говорил о том, насколько плохо обстоят дела с основными макроэкономическими отсчетами. Вспомните последние релизы по промпроизводству, вспомните отчет по рудничным продажам. Это основные катализаторы для экономического восстановления. Учитывая прежние слабые цифры, я думаю, что и сегодня темпы экономического роста еврозоны будут оставить, скажем, желать лучшего. То есть мы ждем слабые цифры и ждем то, что у нас будет еще один слабый релиз, который мы будем использовать для того, чтобы ослабить курс европейской валюты. Я не буду забегать вперед, говорить о том, что сегодня по факту выхода ВВП евро быстро обвалится. Я думаю, что вы лично уже убедились, что в моменте реакции не совсем та, на которую мы зачастую настраиваемся, и не совсем та, которая является логичной с точки зрения анализа фундаментального. Однако в контексте, скажем, трейдов на более такие затяжные дистанции мы все равно убеждаемся в том, что причины, которые должны были ослабить курс евро, они с небольшим временным лагом, но все-таки оказывают вот это давляющее влияние на курс главного валютного риска. Евро у нас сейчас пользуется, опять же, локальным затишком по Турции, опять же, локальным затишком в динамике турецкой лиры. Однако даже без Турции у нас было достаточно поводов, почему евро мы с вами продавали. Ну, сейчас еще перейдем, когда к евро-доллару я обозначу снова несколько причин, чтобы вы еще раз освежили в памяти, почему мы все-таки ставим на снижение главного валютного риска. И в 23.30 сегодня статистика от АПИ, американский институт нефти, запасы. Вряд ли, конечно же, этот отчет повлияет на динамику нефти. Больше ожиданий соответствующего такого отклика по реакции уже в результате выхода правительственных данных. Этот релиз у нас состоится уже завтра. Я думаю, что сейчас статистика не такая уж и определяющая для нефтянки, потому что рынок нефти вот уже несколько недель заряжен одной идеей, это роста предложения и более низкого спроса со стороны мировой экономики. Лоу вчерашнего дня 71.03, друзья. Я думал, что мы так уже были близки к поддержке 70, что допускал возможность еще большего снижения этого актива и тест данной планки даже в рамках вчерашней торговой сессии. Ну вот последовал сейчас небольшой откат. 72.81 текущие цены. Потенциал снижения к 70 по-прежнему сохраняется. Мы работаем с тем же самым фундаментом, что и раньше. У нас явно ухудшившиеся отношения США и Китая. Это все проведет к еще большему экономическому спаду, скажется, в конце концов, о спросе на сырьевые инструменты. Параллельно с этим растет предложение. Мы говорили о прогнозах по тому, сколько нефти будет добыто или о планах добыть у производителей США, России и странах ОПЕК. И в качестве актуального фона хочу добавить вам вчерашний прогноз ближневосточного картеля, который предполагает снижение, собственно, спроса на нефть, что в этом году, что в следующем. Примерно на 20 тысяч. Думаю, что по цифрам сейчас, наверное, не суть важно говорить, какие показатели будут в совокупности зафиксированы. Но если вас интересует, то в этом году ожидается совокупный спрос примерно на отметке 98-83 миллиона. Это как раз примерно на 20 тысяч меньше, чем прогноз, который был озвучен странами ОПЕК еще двумя месяцами ранее. Соответственно, спрос, как мы видим, по ожиданиям, он уже снижается. Я думаю, что если в конце концов у нас будет с вами причина говорить о том, что противостояние США с всей мировой экономики по торговым барьерам продолжится, это неизбежно отразится на экономическом росте. В конце концов, друзья, скажется на спросе на сырье. И это поддержит нашу с вами идею, которая будет реализована. Идея, напомню, что мы стали ей руководствоваться еще месяца 3-4 назад, тогда, когда она была не такой уж и очевидной. Сейчас, на мой взгляд, это уже должность, реальность на рынке черного золота. И все большее количество, опять же, трейдеров, инвесторов, с которыми мне доводится обсуждать перспективу нефти, склоняются в пользу того, что для нефтянки грядут не самые лучшие времена. Поэтому я считаю, что мы смело можем придерживаться прежнего сценария. И ближайшая цель у нас не так уж и глубоко, 70 долларов за баррель. Рубль 68. Мы наблюдаем за девальвацией валют развивающихся стран. Рубль, да, действительно находится, может быть, под одним из самых существенных прессов, потому что на рубль сейчас вот так наложилось влиять не только турецкий вопрос, но и риски санкций США, также снижение цен на нефть по санкциям и о том, как они отразятся на состоянии российского банковского сектора, как они отразятся на инвесклимат в стране, мы уже говорили. Я думаю, что вы сами можете сделать правильные выводы, учитывая то, что эти санкции фактически рискуют наложить запрет на покупки нерезидентами российских ОФЗ. Конечно же, эти ограничения будут распространяться только на новые выпуски, но подумайте, если бы вы были инвесторами в эти бумаги, то есть кредиторами российской экономики, при таких ограничениях не стали ли вы выходить из этих бумаг? Я думаю, что стали, потому что это нормальное поведение трейдеров и инвесторов. Тем более, что сейчас на рынке можно найти более интересные бумаги, которые дают большую доходность и сопротивление с меньшими рисками. Поэтому для российской экономики, к сожалению, и для фондовых активов, и для рубля, как бы это печально не звучало, но, наверное, все только начинается. Будьте готовы к тому, что слабость рубля сохранится какое-то время, и рубль такими шагами, как мы видели в последнее время по слабости, легко закрепится выше 70. Это уже переуполнение всех наших планов, увидеть более слабую валюту, исходя из фундаментальных причин. Тех, кто сохранял длинные позиции по валюте против рубля, находятся просто в прекраснейшем проекте. Я вас с этим поздравляю. Евро против доллара 1.1410. Мы в начале брифинга уже отметили, что потенциал снижения евро сохраняется. Цели у нас совсем уже долгосрочные. Это отметка 1.10, хотя это уже попытка выжать все из развития нисходящего тренда. Мы хорошо заработали, поскольку добрались до цели 1.15, но поезд еще не ушел. Друзья, возможности есть. Эти возможности предполагают то, что евро может пролиться еще сильнее. И причин много. Опять же, и турецкий вопрос, сильный доллар, контраст монетарных политик и слабая макроэкономическая статистика. Почему евро осталось сейчас активно валиться на валютном турецком кризисе, я объясню, что из-за того, что сейчас происходит в Турции, из-за новых санкций со стороны США, из-за серьезных экономических проблем, из-за девальвации валюты резкого роста инфляции и параллельного падения потребительского спроса, безусловно, это создает риск рецессии для экономики, что в конце концов может привести ее на грань банкротства и дефолта. А кредиторами, собственно, турецкой экономики являются крупнейшие европейские банки. Даже есть социальные цифры, которые сейчас активно обсуждаются. Потому что Турция должна только одним из испанским банком около 90 миллиардов долларов, французским и итальянским еще около 50. Поэтому вы прекрасно понимаете, что у этих европейских стран, которые в последнее время были ослаблены своими долговыми проблемами, сейчас столкнуться еще и с неплатежеспособностью заемщика на такие огромные цифры, это системный риск, который характеризуется тем, что он перенимается, скажем, от донора, в данном случае от турецкой экономики, непосредственно в европейскую банковскую систему, в результате чего снова выпячивает все эти проблемы с достаточностью капиталов, с ликвидностью, о которых мы не раз уже говорили, хотя эта тема была очень актуальна и часто мы к ней прибегали, скажем, год чуть больше, даже назад на наших брифингах. По турецкой теме, я думаю, что понятно, вряд ли должны возникать вопросы, почему Турция так активно влияет на то, что происходит с тем же самым европейским активом. Я думаю, что по другим факторам слабости евро ситуация еще более ясная, поэтому с вашего позволения сейчас не будем акцентировать на них внимание. Предлагаю сделку Sell Limits с отметки 1.1460, как раз воспользоваться текущим восстановлением евро против доллара и, соответственно, продать по более интересным уровням. Доллар японская, иена 110.85, сразу сделка, можно попробовать купить через затошку Buy Limits уровня 110.50, раньше у нас в ходе вчерашнего дня был уровень 110.10, мы ушли сейчас гораздо выше текущего значения, поэтому нужно пересматривать, собственно, ожидания по локальному откату, немножечко потягивая мотошку вверх и ждем, что американская валюта в конце концов все-таки прорвется вперед, снова станет лидером и окажет давление на даже своих защитных оппонентов. По статистике на этой неделе у нас будет достаточно отчетов, мы их обязательно проанализируем по штатам и все они у нас будут интересовать с точки зрения того, стоит ли нам придерживаться как-то раньше подхода к тому, что ФРС дважды повысит процентную ставку. То, что в сентябре мы ожидаем с вами рост ставок, это уже железобетонное решение, которое фактически принято. Насчет декабря уже еще можно порассуждать. Но вот статистика, я думаю, что каждый раз по мере выката сильных данных будет укреплять наше с вами ожидание, что именно так оно и будет. По доллару сохраняем в целом длинные позиции. Для тех, кто не торгует, уровень я вам дал, с которого можно приобщиться. А фунт против доллара 1.2768, тоже пока что локальная пауза, ну возможно это затишье перед бурей. Отмечаю, что через буквально 1.45 мы с вами ждем данные по рынку труда в Англии. Будьте готовы к тому, что в моменте волатильности явно повысится. Я думаю, что как минимум фунт покажет движение больше, чем на 50 пунктов по факту этого релиза. Но учитывая слабое ожидание, допускаю, что это будет движение вниз. Даже если мы увидим сегодня обычную динамику, я считаю абсолютно уверен и даже настоятельно вам рекомендую, что не нужно будет в панике закрывать короткие позиции, ожидая дальнейшего восстановления. Это будет лишь локальный откат, который отнюдь не меняет и уж точно не способен переселить тот самый негатив, который уже завел фунт так глубоко. Это неопределенность по Брэкзиту, а точнее даже уже определенность в каком-то формате о том, что Англию ждет жесткая процедура выхода из состава Европейского Союза. Этот новостной фунт еще никто не убирал, он определяющий для британца и даже без турецкого, скажем, вопроса мы видели ранее, как фунт находился под серьезным давлением. Австралиец 0,7264. В целом у нас медвежьи прогнозы сохраняются, ждем 0,70, друзья. Добавить даже, собственно, и нечего. Риски для Австралии мы с вами описывали еще в ходе вчерашнего брифинга и уж тем более детализировали их ранее. По новозеландцу тоже медвежьи прогнозы, взгляды, то, что идем ниже 0,6589, сейчас котировки, ждем как минимум 0,65, все меньше остается до этой цели. Потенциал слабости для новозеландца более серьезный, чем по австралийскому доллару, потому что резервный банк от Новой Зеландии не то, чтобы подчеркнул важность сохранения мягкой экономической политики, но в отличие от резервного банка Австралии четко дал понять, что повышать ставки до 2020 года они даже и не помышляют. По золоту, друзья, большое спасибо тем, кто проявляет активность на нашем канале на YouTube, интересуется, задает вопросы. Как и всегда, я открыт к вашим предложениям. Были как раз комментарии по поводу того, что происходит с этим инструментом. Я считаю, что более-менее все предсказуемо. У нас была цель 1200 долларов за тройскую унцию. Мы эту цель сделали. Молодцы те, кто поверил в потенциал слабости Драха, металла. И поверил только по одной причине, что доллар, который уже месяц подряд явно чувствует себя бодрее золота. И оценивая динамику и поведение этого инструмента золота, мы давно пришли с вами к выводу, что золото не проявляет своих защитных качеств. Это точно. Трейдеры, если интересуются защитой, они находят эту защиту в такой категории защитных валютных инструментов франк-хена и доллар, либо уходят уже в облигации. Золото уже в этом плане не интересно. Если мы попробуем порассуждать на эту тему, то в конце концов сможем прийти к выводу о том, что действительно золото, в отличие от других инструментов, в принципе не дает вообще никакого дохода, кроме как изменение курсовой динамики и очень сильно контрастирует показатели доходности, если они вообще могут быть, с учетом постоянной динамики, с тем, что происходит на тех же самых фондовых рынках, где инвесторы получают это не только еще прибыль в виде разницы между покупки и продажи, но еще и дивидендную доходность. Ну и в целом уже давно доказано то, что золото никак не может конкурировать с дорогой американской валютой. И если на рынке есть такие основополагающие идеи, почему доллар будет продолжать расти, я думаю, что сейчас не нужно делать на это акцент, потому что вы, если постоянно присутствуете на брифингах, уже должны прекрасно знать ответ, почему доллар будет расти. Вопрос, собственно, от студии. На фоне таких ожиданий, как вы думаете, что будет с золотом дальше? Никогда золото не росло, если параллельно сильно укреплялась американская валюта. Сейчас фундамент складывается, ну просто, да нельзя лучше в пользу доллара. Доллар выигрывает и от роста процентных ставок, и от роста доходности американских облигаций, и от сильной статистики. Доллар выигрывает благодаря своим защитным качествам из-за того, что сейчас происходит в отношениях между США и Китаем, США и Ираном, да и, можно сказать, США с Россией и США с Турцией. Я думаю, что, друзья, не нужно здесь мудрить. Вроде бы как кажется, что 1200 долларов за Труйскую унису отличный уровень, чтобы сейчас поднять этот инструмент со дна. Но кто вам сказал, что это дно? Я считаю, что золото может просесть еще сильнее, но признаю, что дальнейшие продажи – это очень рискованное предприятие. Но лично моя субъективная цель – мы реально можем добраться вот такими вот агрессивными распродажами при таком недоверии к золоту как защитному инструменту и при таком доверии к доллару даже до отметки 1150 долларов за Труйскую унису. Если вас интересует этот актив, можете использовать этот уровень в качестве, скажем, идеи, мнения, которого можно придерживаться, можно и не придерживаться. Это уже на вашу льва. Друзья, на этом, собственно, все. Большое всем спасибо за внимание. Хорошей вам торговой сессии. Увидимся, как и всегда, завтра в 9.30 по московскому времени в прямом эфире через перископ. Большое всем спасибо, кто подключается к прямому эфиру через приложение перископ. Соответственно, пользоваться им очень просто. Ставьте на ваше мобильное устройство, находите наш канал в поисковике и как только мы выходим в прямой эфир, это всегда в 9.30 по московскому времени, ну, плюс-минус 1 минута, вы получаете уведомление о том, что можно присоединиться к эфиру. Те, кто просматривает уже запись, также молодцы. Она доступна на нашем канале. буквально через несколько минут после того, как мы завершаем эфир. На этом все. Еще раз, друзья, всем огромное спасибо за внимание. До встречи завтра. Всего доброго. До свидания.